На торжественном мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею присвоению города Дмитрову почетного звания «Город воинской славы» прибыли глава района Елена Трошенкова, заместитель главы Елена Виноградова и президент Митровской торгово-промышленной палаты Валерий Логачев. Ведь когда-то совсем недавно, это было совсем недавно, здесь были тяжелые бои. Сюда пришла немецкая армия. И в общем такие же вот простые ребята, как вы, как мы защитили наш город и нашу столицу. И за это наш прекрасный город, наш древний город, город всегда явился защитником Москвы, получил такое грандиозное, такое важное звание. Елена Виноградова отметила, что в этом году появилась новая добрая традиция возлагать цветы к обелиску города воинской славы в Александровском саду. В рамках мероприятия пройдет презентация тематического стенда, на котором будет представлена расширенная информация о городах Подмосковья, удостоенных высокого звания городов воинской славы. Событие значительное, событие, к которому шли на самом деле долгие годы и ветераны наши Дмитровские, и соответственно администрации города Дмитрово, и, конечно же, музей. И нам было очень приятно в год столетия нашего музея отметить здесь и десятилетие присвоения Дмитрову звания города воинской славы. Поэтому мы решили пригласить молодежь, пригласить кадетов, для того, чтобы рассказать им о событиях Великой Отечественной войны, о том, какую роль наш Дмитров сыграл во всех этих событиях, и, конечно же, обратить их внимание на новые, на изменения в нашей экспозиции. Мы приурочили реэкспозицию военного зала как раз-таки к десятилетию, к этой знаменательной дате. Теперь посетители музейно-выставочного комплекса смогут прослушать тематическую экскурсию по обновленной экспозиции «Дмитровский район» в годы Великой Отечественной войны. Кроме экскурсии и рассказа, кадеты сегодня попробуют себя в роли защитников нашего города Дмитрова. В специально оборудованном блиндаже они будут готовиться, дать отпор немецко-фашистским войскам, так же, как в 1941 году, по сути дела, их ровесники тоже были готовы участвовать в боях за Дмитров. К счастью, по большей части им этого не пришлось делать, потому что истребительный батальон и части 1-й ударной 30-й армии все-таки защитили город. Для детей была проведена интерактивная программа «За час перед боем», которая отправила их на импровизированную линию фронта. Ребята прошли курс молодого бойца, научились обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!